В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Рокотская. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о безопасности во время крещенских купаний, а также о поведении на льду. В гостях у нас Илья Смаковский, заместитель руководителя территориального органа, главный государственный инспектор по маломерным судам Приморского края. Илья Владимирович, здравствуйте! Добрый день! Впереди крещение Господне. Это праздник православных христиан. Во всем мире он отмечается, не только у нас. Приморцы, как и все, любят занырнуть в прорубь в этот праздник. Не для всех это, наверное, какой-то церковный обряд, больше что-то мирское, окунуться. Но, тем не менее, очереди выстраиваются очень большие к проруби. Является ли это мероприятие каким-то опасным для человека или нет? Да, безусловно. У нас существует традиция, когда у нас население в крещенские праздники выстраивается в очереди к купелям. Да, безусловно, это несет определенные риски для населения. Во-первых, надо выбирать места для купания, чтобы купель была подготовлена. Кстати, у нас список подготовленных купелей будет опубликован на сайте МЧС. Организаторы, соответственно, обеспечивают меры безопасности при проведении купаний. Ну и сами люди, которые принимают участники купания, они должны осознавать риск, на который они идут, поскольку зима у нас холодная, экстремально холодные температуры, я бы сказал. Нужно трезво оценивать свое здоровье. Ну и немаловажный фактор, ну и, наверное, один из самых главных, при этом быть самому трезвым. А что, много бывает нетрезвых? Да, к сожалению, ежегодно мы присутствуем на мероприятиях по контролю за обеспечение безопасности на проведении крещенских купаний. И определенная доля лиц, доля людей приходит туда в нетрезвом состоянии, к сожалению. А ведь по закону это запрещено, по церковному закону это запрещено? Ну, к сожалению, да, отношение такое к своему здоровью, к окружающим, ну и, наверное, к тем законам, по которым они идут. В общем, это несет очень огромный риск. Ну, плюс, наверное, это что? Это переохлаждение, если мы говорим о безопасности? Это переохлаждение, если мы говорим о нитрезвых людях, это потеря контроля. Если есть какие-то хронические заболевания, ну, соответственно, надо перед крещением проконсультироваться, перед купанием, точнее, проконсультироваться с врачом, существуют ли у вас какие-то противопоказания для подобного рода процедур и мероприятий, а уже потом принимать решение, окунаться в прорубь, по-моему, или нет. Ну да, иначе потом температура. Температура, ну, это самое, наверное, такое... Наспаление легких. Благополучное, что может быть, да. А то может быть что-нибудь еще и похуже прямо на месте. Места для купания. Должны лучше всего выбирать места для окунания в крещенские купания. Те, которые подготавливаются либо муниципальными органами, либо епархиями церковными. Существуют рекомендации, в том числе и от Министерства МЧС России по организацию крещенских купаний. При организации крещенских купаний на открытых водоемах и в акваториях морских должна проверяться толщина льда, чтобы она выдерживала спокойно не одного человека, а всех желающих. Весь наплыв гостей, которые захотят окунуться в прорубь. Была соответствующая глубина, которая позволит вам достать до дна и потом выйти оттуда. Поскольку у нас в стране зафиксирован, в частности в прошлом году, ряд трагических случаев, когда купели оборудовались в глубоких местах, в местах, где было в наличии течения. И были трагические случаи, люди окунались в купель и гибли. Утаскивал под лед течением, люди гибли. А так дежурят же сотрудники МЧС. В оборудованных местах сотрудники МЧС, спасательных служб, муниципальных образований, они дежурят. В том числе врачи, скорых помощи, сотрудники полиции, сотрудники Росгвардии, которые обеспечивают общественный порядок и безопасность. А в необорудованных, то есть когда кустарно выбирается там место, люди сами решили, вот сейчас мы здесь прорубим прорубь и будем окунаться, соответственно, это несет огромный риск. А такое бывает? Такое бывает. Такое бывает зачастую. Взяли пилу, выпилили прорубь, нырнули и... Вперед. Ну это, наверное, какие-то сельские местности где-то там. И сельские местности? Нет, Питер довольно крупный город, его селом не назовешь, поэтому можно сказать, что не только в сельской местности это наличие присутствует. А где в этом году будут оборудованы купели? Ну по состоянию на сегодня у нас будет оборудовано по информации 23 купели на территории Приморского края, на открытых водоемах. Здесь мы в учет не берем те, которые будут еще при храмах, бассейнах. Список этих купелей будет доступен на сайте. Главное управление МЧС России по Приморскому краю будет в открытом доступе. Вот в купелях из этого списка, соответственно, будет проконтролировано обеспечение безопасности. Будут дежурить сотрудники спасательных служб, сотрудники медучреждений, работники. Ну и, соответственно, туда можно прийти и не опасаясь за... Точнее, опасаться надо всегда, но быть уверенным, что если случится какая-то нештатная ситуация, к вам придут на помощь и окажут необходимую квалифицированную помощь. А во Владивостоке где такие купели будут? Во Владивостоке в период с 18 на 19 в ночь будет работать купель в клубе «Моржей Касатка». Рядом с клубом «Моржей» это набережная Тихоокеанского флота. И в дневное время, там, насколько я память не изменяю, с 12 до 14, будет в бухте-новик купель в районе мужского монастыря на острове Русский. И там также будут дежурить спасатели? Да, там будут дежурить работники Владивостокского поисково-спасательного отряда, Главного управления МЧС России по Приморскому краю. А какие-то требования к купелям есть со стороны спасателей? Есть рекомендации. Требовать, к сожалению, никаких обязательных требований не предусмотрено. Есть рекомендации по оборудованию купелей, по выбору места для купелей, для оборудования купелей. Значит, должна быть глубина в выбранном месте не более метр двадцать, 120 сантиметров. Ну, как я уже говорил, для того, чтобы можно было достать до дна, чтобы глубина позволяла предотвратить трагедию. Толщина льда должна быть, соответственно, не менее 25-30 сантиметров. Должны быть оборудованы мостки исходни, должны быть оборудованы проходы по льду из досок, либо иных материалов, позволяющих безопасно, предотвращая скольжение, проходить к месту окунания в прорубь. Должны дежурить сотрудники службы спасения, но это уже больше к организаторам, медицинские работники. Рекомендации также даются как по оборудованию купелей, так и для лиц, которые собираются принять участие в купаниях. Ну, рекомендуется, соответственно, прибыть в трезвом состоянии, то есть со спиртным, спиртное не употреблять, иметь при себе обувь нескользящую. То есть тапочки какие-то, чтобы можно было пройти, не потравмировав ноги, не примерзнув ко льду элементарно, если где-то придется встать и выбегая из купели в том числе. Иметь при себе не горячительные, но горячие напитки, чай, либо иные какие-то там кофе, настои на травах в термосе, для того, чтобы потом можно было согреться, выйдя из купели. Иметь при себе чистую, теплую, сухую одежду. Ну, соответственно, все. Ну, и еще желательно, чтобы купель рядом был оборудован, пункт обогрева, куда вы сможете, во-первых, где можете комфортно переодеться, и где вы можете согреться после окунания в купель. Ну, и, наверное, как рекомендация все-таки пользоваться именно теми купелями, которые установил там муниципалитет, организовали монастырии. В частности, рекомендация зайти на сайт МЧС, ознакомиться со списком, выбрать оттам то место, в котором вам ближе всего, и которое вы захотите посетить. Там будет проконтролировано обеспечение безопасности при проведении крещенских купаний. И, соответственно, можно быть уверенным в том, что все будет хорошо. По опыту прошлых лет, все хорошо у нас на территории Приморья проходит в крещенские купания? По опыту прошлых лет, тьфу-тьфу-тьфу, хочется постучать по дереву, да. Были, конечно, случаи, когда люди теряли сознание, ну, были сердечные приступы. Вот я почему говорю, что перед... Сходите к врачу, среди тем, как вы будете. Сходите к врачу, да, и проконсультируйтесь о противопоказаниях, которые вам он скажет. Стоит вам проходить эту процедуру, либо нет? Январь на дворе, лед окреп, и это не только крещенские купания. Массовые выходы на лед. У нас еще и рыбаки массово выходят на лед, и не только в январе, они уже выходят туда месяц, наверное. Как с этим обстановка? Ну, основным риском, да, у нас с наступлением зимы становится провал людей и техники под лед. С начала зимы, с момента ледостава и становления ледового покрова, у нас органы муниципальных образований издают акты, запрещающие выход на лед. Вот до 31 декабря был запрещен. Нарушение которых грозит административной ответственностью в том числе. В этом году в крае у нас 31 декабря, насколько помню, истек срок запрета выхода на лед. Ну и лед у нас, в принципе, окреп. И рыбакам-любителям, опять же, соблюдая меры предосторожности, необходимо всегда помнить о них. Выходить на лед можно. Хочу отметить, что выезд на лед на территорию Приморского края запрещен весь зимний период и представляет основную опасность для рыбаков-любителей, рискнувших это сделать. Хочу отметить опасность ледового покрова, особенно в морских акваториях. Лед у нас в морских акваториях, он более рыхлый, чем в пресноводных водоемах. Кроме того, структура морского льда, она неравномерна. То есть это смерзание ледовых полей. Причем вот сейчас ветровая нагрузка была сильная. Я только вчера посмотрела в окно. Взлом припая и произошла подвижка ледовых полей. Сейчас они опять начнут смерзаться. Соответственно, между ними будут проталены. Еще зима у нас выдалась снежная. Снежный покров присутствует на льду. И заметить какие-то опасности, особенно за рулем, выезжая на лед, очень тяжело. Поэтому всегда необходимо помнить, что выезд на лед сопряжен со смертельной опасностью. У нас печальная статистика. К сожалению, из года в год она когда-то благополучный, год когда-то неблагополучный. Но провалы техники у нас случаются регулярно. Причем у всех, наверное, на слуху тот трагический случай, когда у нас мужчина выехал на лед с семьей. И все они погибли. Все они погибли. Вот в избежание таких трагедий у меня есть. Я призываю всех помнить о том, что вы выезжаете, что под вами вода. И в случае провала велика очень вероятность того, что из автомобиля вы не сможете выбраться. И живым домой не вернетесь. Не вы, не те, кто с вами присутствует. Поэтому стоит, наверное, вспомнить о запрете и его не нарушать. А штраф какой сейчас за выезд? Штраф до 3000 рублей. Статья 3.12 закона об административных правонарушениях Климорского края. Это для частного лица? Да, для частного лица. Для юридических лиц надо 25 тысяч рублей. Что касается именно выхода на лед. То есть, если человеку сейчас это разрешено, тогда, когда это запрещено, там какие штрафы? Потому что этот период закончится. Там до 1500 рублей. Да, у нас период ледостава есть. Когда у нас запрещен выход на лед. Следует потом у нас период зимний, когда лед у нас крепкий. И следом у нас идет период ледохода. Когда начинается разрушение ледового покрова, и муниципалитеты опять выносят постановление о запрете выхода. Там штраф от 500 до 1500 рублей. Много ли в этом году уже каких-то трагедий произошло? В этом году, ну, слава богу, тьфу-тьфу-тьфу, еще раз по дереву постучить. Год у нас в этом плане благополучный. Права бы под лед случались, но они без трагического исхода. То есть все были завершены благополучно, всем пришли на помощь, помогли. Но, тем не менее, в новостях только и видишь, что машина ушла под лед там в районе Седанки. Машина ушла под лед там еще где-нибудь. Ну, да, есть такие новости. Но я вот еще раз акцентирую внимание об опасности выезда на лед. А как обеспечивается безопасность рыбаков? Безопасность рыбаков у нас обеспечивается созданием спасательных постов в местах традиционного массового выхода людей на лед. Ведь что касается акватории Амурского залива, у нас дежурят здесь и у Сурийского залива части, части у Сурийского залива. У нас дежурят здесь службы спасения, городские, краевые, ну и Главное управление МЧС России по Приморскому краю. Но надо помнить о том, что, я еще раз повторюсь, зима экстремально холодной температуры, нахождение в воде 10 минут и более уже может повлечь за собой восстановку сердечной деятельности и смерть. А служба спасения у нас, соответственно, имеет свой срок прибытия и может просто не успеть. Поэтому еще раз всем, еще раз уже в течение только этой передачи повторяю, что необходимо соблюдать меры предосторожности при выходе на лед и ни в коем случае на лед не выезжать. А как-то предупреждаете рыбаков, проводите какие-то профилактические беседы. Как можно вообще убедить человека, не выходить на лед? Потому что вот эти рыбаки, это же образ жизни, это же стиль жизни. Для них рыбалка... Убедить никого нельзя. И вот сам участвовал в профилактических рейдах, мероприятиях. Как рыбакам, как назойливая муха. Инспекторы ГИМС регулярно у нас проводят мероприятия профилактические в местах массового выхода людей на подледную рыбалку. Доводят им опасности, раздают памятки о поведении на льду, об оказании первой помощи. Но у нас, к сожалению, люди склонны притвориться глухими. И когда им пытаются довести какую-то информацию, особенно о запрете выхода, выезда на лед, о тех опасностях, которые зачастую отворачиваются и стараются тебя даже не смотреть в твою сторону. Ветоши прикидываются. Да, поэтому здесь, я думаю, только административная ответственность. И только, я думаю, когда купить рыбу на базаре будет дешевле, чем выехать за ней на лед, я думаю, только тогда люди начнут задумываться о том, зачем они это делают. А почему же тогда такие несущественные штрафы? Ну, у нас к ведению местных законодателей относятся данный вид административных наказаний. Это вопрос к ним, да? Это вопрос к ним. Ну, а по-вашему, должны быть штрафы выше или нет? Я думаю, штрафы должны быть не столько выше, сколько должно быть неукоснительное соблюдение административного законодательства. То есть, если есть нарушение, должен быть штраф. Когда человек будет каждый день выезжать и получать по 3 тысячи рублей, я думаю, 3 тысячи рублей каждый день, два дня даже выходных. Ну да. Это довольно существенная сумма уже. По кошельку неприятно ударит. Если уже случилась беда, человек провалился под лед, что делать? Человеку, соответственно, надо позвать на помощь. Ну, а вообще… Допустим, если кто-то увидел, что человек провалился под лед, что делать прохожим? Выходя на лед, одно из рекомендаций – иметь при себе те средства, которые помогут оказать помощь человеку к провалившемуся под леду. Ну, это элементарно. Веревку длиной 15 метров, 10-15 метров. Для того, чтобы можно было ее кинуть и вытащить человека из полонии. Ну и не только кинуть, но и сам, если ты оказался в полонии, соответственно, если есть люди, вокруг тебя ходят, у них нечего тебе подать. А вокруг тебя тонкий лед, соответственно, они с опаской будут тебе подходить. Либо не смогут этого сделать, ты тоже сможешь им. Соответственно, бросить эту веревку, чтобы они тебя вытащили из этой полонии. Ну, а вообще, меры предосторожности. Надо убедиться в толщине льда, надо знать ту акваторию, куда ты выходишь. У нас морская акватория, на ней существуют опасности, такие как песчаники, вернее, ракушники. Ракушники у нас характерный тема – это залежи ракушки, чтобы все понимали. Там, в местах залежи ракушки, температура воды на несколько градусов выше всегда. И лед, соответственно, тоньше. Разглядеть такое место, его довольно тяжело. Особенно, если вот как зима снежная сейчас. Вы под снежным подкровом даже не увидите изменения цвета льда. Человек наступает, соответственно, проваливается. Но ракушники у нас находятся в одних и тех же местах. И, в принципе, они, рыбаки все о них знают. И рекомендации такие, все общаются в форумах там. Много знакомых рыбаков. Вот эти вот все опасные моменты, перед тем, как выйти на акваторию, их надо выяснять. Чем чревато здесь выход. Ну и рыбаки у нас делятся, где какие трещины. Вот сейчас ледовое поле разошлось. Совсем недавно мы, на прошлой неделе, делали рейд на воздушной подушке по акватории Амурского залива. Самое опасное место это у нас район Устрова-Скребцова, коврижка, куда люди выезжают на автотранспорте на лед и выходят. Там постоянно из года в год происходит стык ледовых полей, как я говорил. И вот сейчас у нас с ветровой нагрузкой разошлась трещина. Там довольно-таки у нас сейчас несколько десятков, если не сотню метров шириной. Не выходить ни в коем случае на лед при неблагоприятных метеорологических условиях, в условиях плохой видимости. Очень нередкие случаи, точнее, когда у нас люди, выходя на лед, просто потом не могут найти дорогу назад и блуждают. Потом их спасатели до суток ищут. Ничего себе, как на льду-то потеряться, вот же берег, его же видно. Видимость, видимость в море, в том числе и на льду. Снег, дымка, туман. Туман зимой тоже бывает. Спускается внезапно и все прекращение видимости полно. Даже огни большого города, если с наступлением темноты, вы не разглядите. В сильный снег, либо в туман. Либо даже если будет дымка стоять, какая-то погодная явление у нас есть. Поэтому все это надо брать в расчет, когда вы собираетесь пойти порыбачить, для того, чтобы потом вернуться благополучно домой. А что делать, если человек сам вот шел и провалился под лед? Что ему делать? Ну, во-первых, не паниковать. Во-вторых, ну, нужно идти, пытаться вылететь в том направлении, вылезти на лед, с которого вы пришли. Потому что там уже лед точно вас выдержит. И накатываясь на лед, ну, во-первых, там сбросить все, что у вас есть на вас. Я имею в виду, если вы рыбак, там это рыбацкий ящик, не надо его жалеть. Жизнь, она дороже. Потом вы купите себе новый бур. Все это должно либо уйти на дно, либо остаться на льду. После этого предпринять все меры для того, чтобы вылезти из полыни. Наваливаясь на лед, забрасывая ногу и потом перекатываясь. Катиться в том направлении, в котором, откуда вы пришли. Там уже встать на ноги, там, где уже был уверен, что лед крепкий. И прошествовать туда, где у вас есть место для согрева. Будь то автомобиль на берегу, либо какие-то здания, сооружения. Соответственно, позвать на помощь. Если у вас там где-то есть рюкзак остался. Ну, соответственно, помните, что надо. Желательно на лед всегда брать с собой. Не согревающее что-то. То есть теплый чай в термосе. Либо какие-то другие неспиртные напитки, повторюсь. Потому что спиртное только приводит к ускорению переохлаждения. Ну и, соответственно, постараться как можно быстрее добраться в теплое место, где вы согреетесь, и обратиться к медикам. Потому что переохлаждение тоже дает от себя знать довольно быстро. Ну и последний вопрос задам. Что делать, если заметил какое-то трагическое событие? Куда звонить? Куда обращаться? Телефон Единой службы спасения у нас 112. По нему можно позвонить и сообщить о том происшествии, очевидцем которого вы встали. Ну и, соответственно, самому оказывать помощь тоже надо уметь. Необходимо знать навыки перед тем, как... Вернее, обладать необходимыми навыками перед тем, как оказывать первую медицинскую помощь людям, пострадавшим, в том числе на воде. Ну и вообще обратиться в службу спасения, обратиться в медицинские учреждения для того, чтобы они прибыли и оказали помощь потерпевшим, пострадавшим на воде. Ну что ж, будем надеяться, что этот год закончится для нас безопасно. Будем надеяться. Да. Я напомню, это была программа «Время говорить», и сегодня мы поздравляем слушателей с праздником Крещения. Не забывайте о мерах безопасности. В гостях у нас был Илья Осмаковский, заместитель руководителя территориального органа, главный государственный инспектор по маломерным судам Приморского края. Редактор субтитров А.Семкин